привет друзья но вот вы видите здесь вот такую картинку и многие уже поняли что речь сегодня пойдет о всяком разном именно так называется на моем канале плейлист с этой картинкой а еще есть плейлист вот с такой картинкой это другой плейлист и в нем я рассказываю об истории отечественной и зарубежной эстрады начиная с 50-х годов прошлого века ну и уж в порядке информации вот посмотрите этот плейлист называется music sky и здесь я коротко рассказываю о том или ином музыкальном произведении о песне о музыке которую можно здесь же и посмотреть и послушать и вот еще один плейлист это мои рассказы о путешествиях и гастролях ну что ж давайте сегодня обсудим одну интересную тему и назвал я эту тему этот фильм если можно так сказать о званиях а точнее о присвоении званий в сфере искусства ну скажем заслуженный артист россии народный артист россии знаете есть такая пословица хоть горшком назови только в печку не ставь надеюсь вам понятно к чему я это сказал дело в том что в последнее время все эти звания получают очень многие артисты и на мой взгляд не заслуженно сейчас настали такие времена когда за деньги покупают все в том числе и звания я уже не говорю о разного рода ну там о диссертациях о должностях и так далее поэтому и получается так что стало очень много артистов с одними и теми же званиями но ведь по способности и по популярности они то все разные а давайте посмотрим на все это с разных сторон ну допустим возьмем дореволюционную россию начиная с 19 века видные знаменитые поэты писатели артисты композиторы не имели никаких званий ну смешно же допустим народный артист российской империи федор шаляпин или петр ильич чайковский ну такое в голове как-то не укладывается они и так были признаны народом без всяких званий разве к этому они стремились и если бы вот представьте они оказались среди нас в нашем обществе разве это было бы им так уж нужно они целиком и полностью отдавали себя искусству композиторы писали великолепную музыку артисты прославляли россию театральными оперными и балетными спектаклями и заметьте это было время когда российское искусство было признано во всем мире высочайшим явлением и посмотрите сейчас но классическую музыку я не обсуждаю здесь более менее все нормально а вот эстрада разумеется гонорары в дореволюционной россии были весьма существенными и в то время конечно была такая же конкуренция но талант это талант и тогда появлялись отовсюду а где они сегодня а ведь они есть есть и я в этом абсолютно точно убежден только им не дают пробиться и никто этим не занимается серьезно занимаются постольку поскольку в угоду своего пиара это я говорю о нашем телевидении о российском цель любого телевизионного музыкального конкурса сегодня это привлечь как можно больше телезрителей но допустим оплатят они молодым артистам их выступления и все повторно эти артисты уже никому не нужны даже если среди них есть настоящие талантливые молодые люди это такой телевизионный конвейер так что же делать где же выход как исправить все это но теперь давайте посмотрим с другой стороны как все это происходит на западе но допустим в соединенных штатах америки в америке из чего складывались гонорары исполнителей но допустим возьмем такого певца как фрэнк синатра но во первых у него грампластинки записями его песни выходили каждый год миллионными тиражами и почти каждый год он получал ну такой приз который назывался и называется сейчас грэмми а приз это я точно не помню что-то около миллиона долларов кажется ну каждый год по миллиону а что ведь это же честно это правильно но население любит его песни население покупает грампластинки и доходы распределяются по-честному процент с продажи идет на счет певца также он как киноактер снимался в фильмах и получал гонорары кстати и в кино тоже самое выпустили допустим фильм пользующийся огромным спросом в голливуде и кинопрокат огромный и доходы зашкаливают получите господа вот вам премия оскар в разных номинациях ну там допустим лучший актер года лучшая музыка лучший композитор и так далее то есть никто не забыт и ничто не забыто вот я думаю эту модель надо внедрять в нашей стране все должно быть на конкурсной основе и все должно быть по-честному его величество конкурс но только честный конкурс чтобы не было никакого лобби протеже чтобы жюри все время менялось не так как у нас на телевидении одни и те же люди сидят за столиком и что-то там обсуждают гонорары гонорары должны быть высокие и должно быть немного мест всего допустим три места как в спорте и конкурсы должны быть регулярные и это должно быть государственной программой и деньги обязательно должны найтись на это это ведь основа нашей культуры а без культуры ну просто никуда мы уже скатились по всем направлениям и в области промышленности и в образовании и в медицине и разумеется в той же самой культуре я думаю что основа продвижения это всегда культура и нравственность эти две взаимосвязанные вещи они друг друга дополняют и если бы наверху это приняли как ну как отче наш то дело бы пошло только в гору но никому до этого серьезного дела то на мне кажется и нет ну вот об этом я сегодня как раз и думал а может у вас есть какие-то другие соображения на этот счет пишите в комментариях друзья я думаю всем нам полезно об этом поразмышлять на этом я заканчиваю как всегда напоминаю всем я выхожу в эфир по вторникам и пятницам в 11.00 подписывайтесь с колокольчиком и друзья всего вам хорошего всего наилучшего увидимся и услышимся пока друзья пока а 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 это а а а а Продолжение следует...